Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 7 декабря, по празднству Введения, Православная Церковь совершает память великомученице Екатерины. Святая Екатерина родилась в Александрии во второй половине третьего столетия. Происходила она из знатного рода и отличалась светлым умом, ученостью и красотой. Многие богатые и знатные женихи искали ее руки, а мать и родные уговаривали ее согласиться на брак. Но Екатерина медлила с ответом и говорила своим близким, «Если хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне юношу, подобного мне по красоте и учености». Бог так устроил, что Екатерина познакомилась с одним старцем-пустынником, человеком светлого ума и праведной жизни. Обсуждая с Екатериной достоинства ее поклонников, старец сказал, «Я знаю жениха, который во всем превосходит тебя. Нет ему подобного». Потом он дал ей икону Пресвятой Девы, обещал, что она поможет ей увидеть необыкновенного жениха. В ближайшую ночь представилась Екатерине в легком сне, что небесная царица, окруженная ангелами, стоит перед ней и держит на руках отрока, сияющего, как солнце. Напрасно старалась Екатерина взглянуть на его лицо. Он отворачивался от нее. «Не презирай твоего создания», – молила Божья Матерь своего сына, «скажи ей, что она должна сделать, чтобы увидеть твой светлый лик». «Пусть она вернется к старцу и узнает от него», – ответил отрок. Чудный сон глубоко поразил девушку. Как только настало утро, она поспешила к старцу, припала к ногам его и просила у него совета. Старец подробно объяснил ей истинную веру, рассказал о райском блаженстве праведников и о гибели грешников. Мудрая дева поняла превосходство христианской веры над языческой, поверила в Иисуса Христа как Сына Божия и приняла святое крещение. После крещения божественный свет проник в нее и наполнил ее великой радостью. Когда Екатерина с обновленной душой возвратилась домой, она долго молилась благодаря Бога за милость, оказанную ей. Заснув во время молитвы, она снова увидела Матерь Божию. Теперь божественный отрок милостиво взирал на нее. Пресвятая дева взяла правую руку девицы, а отрок надел ей чудный перстень, сказав, «Не знай жениха земного». Екатерина поняла, что с этого момента она обручена Христу и проснулась с еще большей радостью на сердце. После этого она совершенно переменилась, стала скромной, кроткой и милостивой. Она стала часто молиться Богу, прося руководства и помощи. Одна цель воодушевляла ее – жить для Христа. В скором времени в Александрию прибыл Максимиан, соправитель императора Диоклетиана. Он разослал вестников по городам Египта, созвав народ на праздник в честь языческих богов. Екатерина скорбела, что царь, вместо того, чтобы содействовать просвещению народа, еще больше насаждает языческие суеверия. Когда наступил праздник, она пришла в капище, где собирались жрецы, знать и народ, и безбоязненно сказала царю, «Не стыдно ли тебе, царь, молиться мерзким идолам? Познай истинного Бога, безначального и бесконечного. Им цари царствуют, и мир стоит. Он сошел на землю и сделался человеком для спасения нашего». Максимиан разгневался на Екатерину за неуважение к его царскому достоинству и повелел заключить ее в темницу. Затем он велел ученым людям убедить Екатерину в истинности языческой религии. В течение нескольких дней они излагали перед девицей различные доводы в пользу языческой религии, но Екатерина своей логикой и разумными доводами разбивала их в прах. Она доказывала им, что может существовать только один премудрый создатель всего, который своими совершенствами бесконечно возвышается над языческими божествами. В конце концов, языческие мудрецы признали себя побежденными всесокрушающей логикой Екатерины. Потерпев неудачу на интеллектуальной почве, Максимиан, однако, не отступил от своего намерения переубедить Екатерину. Призвав ее, он старался прельстить ее подарками, обещаниями почестей и славы. Но Екатерина оставалась неподкупной. Максимиану пришлось на короткое время отлучиться из города. Его жена царица Августа, много слышавшая о мудрости Екатерины, пожелала увидеть ее. Встретившись и побеседовав с Екатериной, Августа уверовала во Христа и приняла христианскую веру. Когда Максимиан возвратился в Александрию, он снова послал за Екатериной. На этот раз он снял маску доброжелательности и стал грозить Екатерине пытками и ей смертью. Потом он велел примести колеса с острыми зубцами и велел предать ее этой ужасной казни. Но едва только начались мучения, как невидимая сила сокрушила орудие муки, святая Екатерина осталась невредима. Царица Августа, узнав о случившемся, предстала перед своим мужем и стала укорять его, как он дерзает восставать против самого Бога. Царь пришел в Ярос от вмешательства своей жены и повелел тут же умертвить ее. На другой день Максимиан в последний раз призвал Екатерину и предложил ей стать его женой, обещая ей все блага мира. Но святая Екатерина и слушать об этом не хотела. Видя бесполезность всех своих усилий, царь велел предать ее смерти и воин отсек ей голову в 304 году. Впоследствии святые останки великомученица Екатерины попали на гору Синай и с тех пор здесь хоронились в монастыре ее имени. Император Петр Великий пожертвовал для ее мощей драгоценную раку. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых великомученика Меркурия, мученика Меркурия Смоленского, преподобного Меркурия Печерского в Дальних Пещерах, мученицы Августа Римской, мучеников Порфирия Стратилата и двухсот воинов, преподобный Мастриди Александрийской, преподобного Симона Саигинского Игумена, священомученика Евграфа Еваристова Пресвитера, священомучеников Евгения Яковлева и Михаила Богородицкого Пресвитеров, священомучеников Александра Левицкого, Алексея Тютюнова, Иоанна Никольского, Корнилия Уделовича и Митрофана Корницкого Пресвитеров. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаимеництва. Особенно хотел бы поздравить жители Екатеринбурга и исторической столицы Кубани, Екатеринодара, современного Краснодара, с днем их небесного покровителя. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok